Кто может что-нибудь мне сказать про урегулирование разногласий при заключении договора по ставке? Есть ли специальная норма об этом законодателя? Да. Есть специальная норма. Хорошо. При помощи, Анастасия, какого инструмента, который мы уже здесь с вами рассматривали, что мы здесь будем использовать? Помните, мы вот уже тут и рисовали, и таблички рисовали. Вот каким путем будет урегулирование разногласий при заключении договора по ставке? Протокол разногласий. При помощи протокола разногласий самое универсальное средство. Как работает этот механизм? Урегулирование разногласий при договоре. Жалко нет Михаила, который вот с Дарьей сидит рядышком. Он нам периодически моделировал ситуацию одну. Ну, мне вот мы с ним обсуждали, как раз по этим моментам. И мне бы хотелось с ним поработать чуть-чуть здесь, но его нет. Тогда буду работать с вами. Итак, что говорит законодатель? Какие требования он выдвигает при урегулировании разногласий к договоре по ставке? Да, Тим. Сторона, у которой возникает разногласие, в течение 30 дней передает сведения об этих разногласиях и доводит то сведение об этих разногласиях к второй стороне. После чего, вторая сторона, в течение 30 дней после получения среднего разногласия должна принять меры по разрешению этих разногласий, либо дать письменный ответ. То есть, смотрите, давайте так, чтобы было наглядно, оно всегда легче воспринимается. Я инициатор заключения договора. Я направляю, ну, допустим, я продавец. Я инициатор, я направляю к другой стороне, покупателю, направляю что? Скажите мне, что это? Оферту. Предложение и заключение договора. Я направляю оферту, в ней формирую определенные условия. В частности, они, это должно быть, если речь идет о поставке, то какие там должны быть указаны условия в оферте в качестве существенных? Существенные. Ну, хорошо, наименование, раскрывайте всегда предмет, применительно к конкретному договору. Наименование и количество, и зерк поставки, да? Я, в общем, предлагаю, предлагаю еще там другие условия. Это то, что существенно, ну и так далее, там, цена, сроки, поставки, ну это понятно, это сюда. То есть, все остальные моменты, я туда предложила. Мой покупатель, он готов, но его какие-то детали не устраивает, что-то его не устраивает. Он мне что сюда направляет? Встречную. Встречную оферту. Как вы считаете, вот эта вот встречная оферта, она должна быть сделана в какой форме? Может он мне по телефону позвонить и сказать? Нет, в письменной. В письменной форме. Да нет, сейчас не раскрываем, просто пока говорим. В письменной. Он направляет мне встречную оферту. Могу ли я, как инициатор, проигнорировать? Нет. Почему? Потому что потом установлена определенная ответственность. То есть, вы будете обязаны возвестить убытки, связанные, в частности, с уклонением от согласования. А чтобы не внорваться на эти последствия, что я должен сделать? В следующий день 30 дней, если вы хотите отказаться от этого заключения договора, то вы письменной направляете этот отказ. Итак. Если вы согласовываете, то вы соответственно можете. Либо отказаться от заключения договора на новых условиях, либо вот сюда, либо вот сюда, либо встречная оферка. Это мы все с вами рассказали. 30 дней. Вот этот период установлен законодателем. Моменты. Начало и окончание. Правила исчисления. Как исчисляем? С какого момента исчисляется 30 дней? С момента получения. С момента получения. Поэтому еще один аргумент в пользу письменного. То есть, надо факт установить, надо момент отрубить. С момента получения. Момент получения. Как? Что является моментом получения? Роман, это тоже все в вашу копилочку потом, как вопросами-то забрасывать все. Моментом получения что будет? Из жизни что будет в моменте получения? Когда вот эта бумажка. Роман, руки, вот там. Пополония. Либо доставлено, прикладывается. Откуда? Ну, от. Не-не-не, Тихон, откуда вот это все? Мне все мне нравится больше. Я не знаю, что это презумпция, я нахожусь на вашем лимфическом лице, общий. А он, как называется? Юридически значимые сообщения. Новая статья появилась полтора года назад, примерно в ДК. В первой части находите юридически значимые сообщения и запоминаете наизусть. Для момента исчисления сроков при определенных обстоятельствах она очень важна. Она была очень востребована практикой, и в итоге и законодатель некоторое время назад внес ее. Себе запишите юридически значимые сообщения. Точно не помню, по-моему, так. Ну, смысл я отразила, найдете в первой части ДК. Хорошо, хорошо. Я исполнитель, мне попало в руки ее. Я положила в стол, каждая бумажка должна отлежать свой срок. И лежит 29 дней. Хорошо, момент начала поняли. С моментом окончания 30-дневного срока. Когда истечет период? Вон, через 30 дней, с момента полчаса. Ну, когда? Вот я получила 30 дней. И что я должна сделать на 31-й, например, день или на 30-й день? Что должно произойти? Какое событие должно произойти на 30-й? Я должна пойти на почту, отдать конверт с предложением встречным. Либо мое письмо уже должно быть у этого товарища в руках. Либо оно должно прийти в его юридический адрес. То есть, нужно письменно уведомить другую сторону, сторону. То есть, вместе ведутся, что в этот момент, мне кажется, она уже должна знать об этом. Она должна знать. А что говорит статья? Что говорит статья 507? Сейчас, секунду, давайте здесь разберемся. Принять мнение после голосования в соответствующих условиях договора. Либо письменно уведомить другую сторону в отказе от его заключения. То есть, речь идет о моменте, что через 30 дней должно состояться факт уведомления. Ну, например, да, если мы рассматриваем, должен состояться факт уведомления. А теперь, Роман, что вы хотели нам сказать? Ну, я хочу сказать, что оно будет как бы уведомлено, да? А теперь мы говорим о том, что уведомление в гражданском праве, это может быть юридическая фикция. Уведомление, это может быть, когда я подойду к Юлиану и скажу, Юлиан, я, извините, отказываюсь от заключения разговора с вами, да? Это уведомление, я уведомила Юлиану, но мы можем говорить и о юридических фикциях. А, например, я направила уведомление Юлиану почтой, его компанией, да? Направила почтой. А он не пришел и не выбрал корреспондент из своего опыльящика, например, или еще чего-нибудь. Что вы, Роман, хотите пояснить? Да, вот, соответственно, в 65.1, он говорит о том, что сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому он направлен, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено. То есть, если, например, вы отправили в 30-дневный срок, да, то с вас уже снимается ответственность, потому что вы уже приняли все меры по уведомлению. Теперь, если, например, почта России доставит там через 15 дней и выйдет за 30-дневный срок оговоренности, в главном статье 507, то, тем не менее, вы не должны возмущать вруч. Почта России, ну, мы говорим о почте, да, почтовой службе, мы говорим о, как это называется, сроке доставки. То есть, когда мы будем планировать, сколько бумага вылежит у меня в моем столе, вроде как 30 дней большой срок, можете полежать, да, мы должны учитывать, что есть стандартные сроки доставки. Если мы отправляем таким, значит, способом, как почта России, мы смотрим, есть у почты России специальные нормативы, да, ведомственные акты, которые регулируют сроки доставки. Если мы хотим избежать всех этих нюансов, мы должны знать, что если письмо нам нужно из Москвы отправить в какой-нибудь дальний регион, это не значит, что мы его за три дня принесли на почту. Только если какие-то другие способы, более срочные, да, ну, может быть, и у почты есть там к ним срочные, может быть, телеграмма, да, и так далее. Как считаете, телеграмма будет считаться соблюдением письменной формы? Ну, да. Нормально телеграфируется, она в письменной форме садинской. Конечно, да! Говорите, да, будьте уверены в себе. Ведь даже, если вам нельзя, не стесняйтесь своих мыслей. Итак, хорошо, с регулированием мы разобрались. И понятно, чтобы все эти вещи отразить, ну, самым оптимальным является протокол разногласий. Но, но, не обязательно составлять это по тем формам, которые я вам дала. Главное – отразить суть. Главное – отразить суть. А в практике используются протоколы разногласий. Главное – отразить суть.